Йоу! Саламу алейкум, банды, с вами Кассида Шторм, и я продолжаю играть на проекте Аризон РП Шоу Лоу. Это уже шестая серия нашего пути 1 миллиарда за лето, а поэтому запасайтесь печенюшками, заваривайте чаёку, ролик обещает быть интересный. Также давайте сыграем с вами в игру. Если ты успеешь за 5 секунд поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий, то на твой день рождения тебе подарят то, чего больше всего ты хочешь. Ну что, не буду затягивать, а мы полетели. Сейчас добавьте Хаги-Ваги. У нас пропал синий Хаги-Ваги, ребят! Нет! Ахаги-Ваги, ребят, нет! Итак, первым делом зайдя в игру, я сразу же побежал, взял бандитские квесты и побежал их проходить. Первый квест был, где мне нужно было пособирать счастливую травку, я это быстренько выполнил. Собрал 10 счастливой травки и отправился на военку, где, в принципе, её грабанул. После чего я арендовал лодку и решил поработать на нефтевышке. Мне повезло, возле меня была какая-то лодка и на ней была куча чьих-то бочек. И я их, в принципе, скоммуниздил и выставил, в принципе, всё у себя на лодке и потом поехал это всё и сдал. То есть потратил я буквально только на аренду лодки 100 тысяч, а сдал эти вот бочки где-то на 1500. То есть вот так вот на ровном месте плюс 500 тысяч. После чего, быстренько перезайдя в игру, я прибежал на мероприятие пабок и решил попробовать реально здесь подработать. Как я знаю, здесь сейчас довольно мало игроков играет и можно, в принципе, попробовать подфармить азекоинсы. Я решил это и проверить. Ну чё, погнали. Итак, ну что, мы уже летим. Давайте выпрыгнем где-то в конце карты и, возможно, сейчас мы что-то с вами, да, и заберём. Итак, всё, я выпрыгиваю. Вот здесь давайте приземлимся. Вроде бы здесь никого нету. И, в принципе, нам пока что везёт, везёт. Итак, ищем, в принципе, оружие какое-то. Пока что мы голенький. В PUBG я играл, конечно, но в Sampi, знаете, я пару раз всего лишь здесь был, поэтому я так, ну не считая себя вообще профи, типа, здесь, ну как бы это тупо. Окей. Итак, первый наш лут. Я нашёл MP5, бинты, шлем второго уровня, рюкзак и масс-халат. В принципе, неплохо, неплохо. Давайте это всё оденем. Так, там какой-то типочек. Давайте сейчас его попробуем убить как-то. Так, 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 так. Он вроде забежал в дом. Давайте сейчас попробуем зайти. Вот, 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 вот он. Давайте, давайте. Он пока смотрит сундучок. Мы его... Да, первый килл, первый килл есть за нами. 41 человек остался в живых. Конечно, довольно много людей. Я думал, что будет поменьше на PUBG, но всё-таки ещё люди есть. И, блин, сейчас надо как-то продержаться. Нам повезло, мы в центре карты, поэтому нам нужно сейчас как-то здесь задержаться. Я надеюсь, что у меня это получится. Итак, здесь какой-то чувачок. Давайте сейчас попробуем его тоже кильнуть. Но у нас нету броника. Блин, нам бы сейчас броника. У него, вон, видите, есть броник, поэтому сейчас будет очень сложно его убить. И надеюсь, что он нас не кильнёт. Вот, окей, окей, парни. Так, 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 так. Что-то пока что я промахиваюсь. Так, попал, и он по мне попал. Что-то у него не сносится хп, кстати. Он может из-за того, что в бронежилете. У нас немного снеслось. Вот здесь есть гранату. А как её взять? Блядь, блядь, блядь. Он уже... Блин, блин, блин. Он уже тут рядом, рядом, рядом. Так, 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 он забежал. Он сейчас оббежит и забежит. Может, он насчёт чекать сундучок. Мы его тогда завалим? Или нет? Нужно быть аккуратным. Нужно быть предельно аккуратным, парни. Так, я вот здесь вот давать. Не-не-не, надо убегать, надо убегать, парни. Он нам очень много снес. Очень много снес. Надо убегать. Текаю, текаю. Так, 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 так. Давайте быстренько завязываем бинты. Так, вроде бы нормально. Чуть-чуть похилился. Похилился чуть-чуть. Оп-оп. Нет-нет-нет, он вблизи. Нет. Как он меня с двухтысячек с дегла снес? Это капец, парни. Это капец. Мы тридцатые. Тридцатые. Ну, довольно печально. Довольно печально. Нам не повезло. Итак, после чего я приехал на ЦР и решил здесь побегать, поскупать ларцы с премией. Потому что я хочу поработать на работе пилота. А для нее нужен девятнадцатый уровень. И у меня пока что восемнадцатый. Поэтому я решил скупить на четыре миллиона вот этих вот ларцов. И давайте сейчас их откроем. Итак, ну, пока что какой-то бред нападает. Очильные камни. Биткоин. Кстати, биткоин очень хорошо. Его сейчас в банке нет. Можно будет потом закладок взять пару штук. Ну, короче, зловещие монеты, которые сейчас упали в цене очень сильно. Потому что на шоу-лове чел владеет монополией бизнесов, как я понял. И у него один открытый. Вроде бы там очень-очень дорого все. И поэтому сейчас точить очень дорого. И поэтому эти точильные прибамбасы никому пока что не надо. Ну, и нам выпало только мало XP. Вообще, вообще, давайте еще докупим. Да, ровно на четыре миллиона я закупился. Ну, и, конечно, мне выпало только один раз. Там что-то 20 XP. И поэтому до девятнадцатого уровня мне еще качаться и качаться. После чего я приехал на мероприятие с собирателей. Здесь я тоже побегал быстренько пять минут. Пособирал около 50 подарочков. В принципе, неплохо. После чего я быстренько перезашел после Payday. Взял закладочку и помчал за ней. И с первой закладочки мне выпала бронзовая рулетка. Неплохо. Взял вторую закладку и опять помчал за ней. И в этот раз мне с нее вдропнулось сертификат на мясовозку. Отлично, отлично прям. И опять поехал за следующей своей закладочкой, с которой мне дропнулось ящик Marvel. Неплохо, парни. Вот это уже окуп. Также я хотел попробовать поймать видеокарту, потому что видеокарты сейчас нету. Я думаю, это понятно, потому что биткоин упал. Сейчас все хотят нафармить, потому что думают, что он взлетит. Ну, я тоже надеюсь, что он взлетит. Но если он взлетит, парни, то цены тоже взлетят. Поэтому я решил попробовать поймать видеокарточку. Но мне не повезло, в этот Payday не слетела видеокарта. Поэтому, как бы, я ушел ни с чем. После чего, зайдя уже на следующий день, я залетел на мероприятие Second Hand. Лучше всего, если вы играете на ShowLow, залетать в 12.00. Потому что в 12.00 здесь цены самые дешевые. По 40 тысяч всего. На всех остальных по 50.00. То есть, там прям окуп. Сейчас одежда Second Hand очень сильно просела, потому что очень многие ее фармят. И поэтому, как бы, лучше закупать ее по 40 тысяч, чем по 50.00. Потому что тогда ты уйдешь больше в плюс, чем если ты будешь ее закупать по 50 тысяч. Я был не один, со мной было еще два чела. Поэтому, в принципе, я немного здесь поскупал. Скупил буквально на 2 миллиона и ушел отсюда. Также я залетел еще на вот такую вот темочку. А именно, решил пособирать счастливую травку. Я вообще не знаю, сколько она стоит. Я решил вообще чуть-чуть поработать и посмотреть, может, кто-то у меня это купит. Я поработал буквально минут 5. И заработал около 50 счастливой травки. Ко мне сразу подъехал чел, который скупал. И я ему продал вот реально за 5 минут. Заработал плюс 100 тысяч. Я думаю, это выгодно. И надо будет как-то здесь какую-то ночку зарубиться. И реально чисто поформить счастливую травку. Потому что конкуренции нет. Как я понял, эту счастливую травку скупают. Она вроде бы нужна для крафта СиДжея. После чего я отправился на лакшери ларцы. И поймал плюс 1 лакшери ларец. Неплохо. Опять перешел в игру. И опять взял закладочку. И опять помчал за ней. В этот раз закладки мне упала серебряная рулетка. А со второй штуки респекты 4 штуки. Респекты, кто не знает, можно тратить на вот такие вот темочки. Но, конечно, если вы будете их формить на закладках, то вы будете очень долго формить на эту тему. Поэтому я не знаю, где еще можно получить респекты. Кто шарит, напишите в комментариях. После чего я решил пройти бандитские квесты. Пособирал счастливую травку. И в этот раз на военку я не успел. Но зато успел на мероприятие собирать. Или буквально за 10 минут до конца. И опять пособирал кучу яиц. В принципе, неплохо. Также всем, кто меня узнает, всем передаю ребятке привет. А если вы, кстати, еще не начали играть со мной на шоулове, то пора бы это сделать. Переходите по ссылочке в описании, качайте игру. При регистрации вводите мой ник OGStorm, за который вы получите на пятом уровне плюс 300 тысяч от системы. И плюс промокодинг хэштег Storm с маленькой буковки, за который вы получите еще плюс 650 тысяч. И если вы это все сделали, то есть вери ник и промокод, пишите мне, я вам скидываю 1 миллион. Главное, отпишите мне в VLS в контексте, либо в инстаграме. После чего я еще залетел на лакшери ларцын. И опять поймал плюс 1 лакшери ларец. Что довольно неплохо. После чего я ехал опять по делам, хотел поработать, но меня какой-то подрезал нон-РП коп и выстрелил меня в стайдера. И он сказал стоять на месте, я стоял, я просто бежал. И это реально тупо нон-РП коп, реально ни за что. Он еще был один, как я знаю, в наряд одному нельзя выходить. Поэтому я решил зайти с админки парня и его наказать. Не стал я ему выдавать варн, выдал ему джайл на 120 минут. Ну, потому что он там еще за каким-то работягой гнался. Вроде бы, если я не ошибаюсь, одному в наряд выходить вообще нельзя. И вот это, что он делает, это вообще нон-РП. Поэтому, парни, я выдал ему джайл на 120 минут. Пусть немного посидит. И, в принципе, вот так вот закончилась наша уже шестая серия. Да, сегодня она была немного не такая красочная, как обычно. Но это все из-за того, что у меня сейчас очень много сессий. Курсовые. Поэтому, парни, из-за этого прям такого жесткого задротства у меня пока что нет. Но уже в следующем месяце, я думаю, я начну прям жестко задротить. И все будет, в принципе, ништяк. Поэтому, ребятки, как обычно, прожимайте лайкосы. Как обычно, 300 лайков. Я выпускаю для вас следующую серию этого пути. Ну, а с вами был, как всегда, Штором. Всем удачки, всем пока. Продолжение следует...